Поэтому я в какой-то момент откликусь написать перу, что я проверяю тебя. Окей, anyway, беги, начинаем. Начинаем, начинаем. Так, сейчас мне надо ещё расшарить экран. Сутка пропала. Да, сейчас. Так, чтобы это всё записывалось. Окей. От зоны чего записи? А, да. Да, да, я просто не в зоне записывала. Угу. Так, сюда немножко просто перепроверила. Запись идёт, запись идёт. Окей. Угу. Мы только что создали новую запку. Вот эту. Угу. 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 Давай я вначале прокомню через стандартные тестеры. Я сама ГНЛ ещё не написала. Давай-давай. У меня вопрос. Угу. Так, насколько я понимаю, мы копируем. А, ты проверял через 42 ГНЛ? Да. Копируем его в твой инкедиторий, а дальше... Заходи в эту директорию. Угу. А, окей, да-да-да. И теперь сам тестер заходи. Угу. Угу. Да. А, точка слэш. Нажми так. Угу. Угу. Ладно, точка... Вон, первый. Угу. Вот этап нажми, он должен выйдет по сути. А, окей. Прикольно. Прикольно. Окей, это мы, получается, сюда дали разные сайзы... Бушер сайзы, да. Угу. Угу. Можешь ещё прогнать там ран-1, ран-2. Я им, правда, не пользовался. Вторым только пользовался. А что они делали? Ну, то же самое, только вместо all-test ран-2, допустим. И опять-таки... А, поняла, самое видео, это... Угу. Хорошо. Угу. Так. Угу. Окей. Угу. Так, давай. Сейчас нарнивать и уже по самому ходу пойдем. Правда у меня проверка через 10 минут, вторая, третья. Ага, значит ты... Ну я думаю мы успеем. Хорошо. Угу. Яшку. А, да. Можно было просто поставить, чтобы понять как не забыл. Нет, он у тебя сейчас весит 42-й пойдет. Я забыла. Окей. Окей, сейчас. Да. Все. А, все по норме, как и осталось в моей попытке написать Gnl. Открыть файл. Теперь открываем файл с нормальным Gnl. Так, я открыла просто отдельный файл, надо было шапку. Да. Здесь у нас... Можешь вкратце рассказать логику? Ты писал не через листы, а ты писал тем вторым способом. Ну если вкратце, мы просто первые это, если в остатке ничего нет, мы создаем просто пустую строку, молочим. Ага. Дальше проверяем, если не создалось, то вывод минус один. Если... Я молочить решил буфер, потому что первый проверяющий задал 10 миллиардов буфер сайса и у меня всех условило. Я сделал, ну, взмолочил. Дальше он проверяет, если мне дали линию нам, если... Ну, про буферы сказал, если в дэшне кривой, там, отрицательный, если буфер сайс меньше единицы. И если он прочитает криво, там, тоже он выдает минус один. Чистит сначала все, а потом изучит минус один. Дальше он смотрит, есть ли в остатке сэшн. Если есть, то он заходит в ту функцию, потом в которую посмотрим. Если нету, он читает определенный, ну, вот этот буфер сайс. Количество символов. Ставит в конце сэшноль. Добавляет... Склеивает остаток с тем, что он прочитал. Если не получил склеить, он возвращает минус единицу. Чистит остаток. Возвращает туда, что он записал, но склеил. Если он находит в этом сэшн, то выходим из цикла вайл. Если нет, то еще раз читаем и по кругу. Если выходим, вызываем функцию nextline, которая выше. Тут мы смотрим. Если, допустим, он прочитал, и это не нашел сэшн. Ну, последняя строка. Он идет в первый цикл. То есть он выводит в линию все, что осталось. Если не получилось, все очищаем. Возвращаем минус единицу. Если есть сэшн, он в вэлсе заходит. Тут он записывает линию до сэшн. Перезаписывает в буфик все, что осталось. А если не получилось то или другое, он все очищает. Возвращает минус единицу. Дальше мы чистим остаток. Записано то, что осталось. Чистим выделенный под буфер сайз молок. Если нечего читать больше, он не встретил сэшн. Ну, если в остатке ничего нет, он возвращает единицу. Ноль. Если я что-то встретил, то единицу. Ну, эту программу, которая чистит. Я надеюсь, тебе попадется кто-нибудь, кто шарит больше. Как бы, я в целом, насколько понимаю, все сделано правильно. В стандартные, по крайней мере, тесты это все проходит. Я считаю, что все хорошо. Бонусов нет. Окей? Окей. А я сейчас проведу еще две проверочки и все это загружу в интернет и выложу. Хорошо. Давай. Спасибо. Тебе спасибо.